Отель Rontari Inn находится на острове Укулхаз. Это единственный четырехзвездочный отель на этом острове и самое высокое здание. Ценник здесь, конечно, соответствующий. Актуальные цены можно посмотреть на букинге, потому что они все время меняются. Но условия размещения и уровень сервиса, на наш взгляд, вполне соответствуют заявленной цене. Отель находится на самом берегу, на самом живописном пляже острова. И из его номеров открывается потрясающий вид на пляж и на море. Приехали мы сюда вечером, нас встретили в порту на Баге, довезли и заселили довольно быстро. Здесь не требуются никакие тесты и вакцины. Только паспорта и хорошее настроение. Вид с шикарной. Family room. Ой. Привет. На 30 этажов, соответственно. Тут две двуспальные кровати. Шкафчик. Полочки. Такое все. Открытое. Тумбочка. Места, в принципе, хватает. Телек огромный. Телек огромный. Сейф есть. Тумбочка со столиком. Кулер. С горячей холодной водой. Наборы для чая, кофе. Так, ванная. Что по ванной у нас тут? Ну, все хорошо. По ванной. Душек. Тропический. Всякий. Что примечательно за такой перегородочкой. Обычно таких перегородочек на мандивах не встретишь. Обычно тут унитаз, и сразу душ, и все сечет. А тут они заморочились. Тут, значит, так, ведерко, видимо, какое-то для ребенка. Подставка, чтобы мог умываться. Раковина. Старший человек. Розетка. Фена. Я так понимаю, что здесь пока не обнаружено. Потому что зачем здесь фен, когда здесь все само сохнет. Театр крутится. И кондиционер он есть. И самое главное, балкончик. Терраса с видом. Так. Тут чуть-чуть струйка. А зато вот тут вид на закат. Очень круто. Очень крутой вид. Как раз мы над пальмочками. Там внизу дорога, по которой мы пришли. Вот здесь вот пляж, где все купаются. И там черное пятно с рыбками. Люди там ходят в рыбках. Да, смотри, кто-то и засел в рыбки. Но роду немного. Жалко, солнышко село. Но ничего, завтра поснимаю. Очень классно. Так. Заходим. Идем по креду морщику. Сейчас закроем. Сейчас я вас в номер пущу. Пойду папу встречу. Надо папе было оставить. У нас убрались. Сделали вот такие сердечки и цветочек. С полотенец. Днем здесь вот такой вид. Так. Вид вот такой. Что-то строится. Ну, как не достроится. Моречка. Пальмочки. Здесь будет закат. Здесь вот вход в отель внизу. Люди ходят. Здесь под пальмами лежаки. И вот пляж прямо перед отелем. Классно. Это Иландо. Обитатель с розочкой на голове. Классно. А тут такая птица. Жирненькая. Вот так вот. Номер 307. Тут он без балкона. Просто двухместный обычный номер. Вид на остров. Еще один номер. Тут они убрались. Их открытыми оставили. А вот это севьё с балконом двухместный. Так. Поменьше, чем фэминь. Вот, когда снимают на четверых номер, тут очень большая двухспальная кровать. Больше, чем у нас. У нас в Family Room она поменьше. Здесь два матраса на ней. Дополнительным поставили раскладушку и еще детскую кроватку для ребенка. Вот. Если в маленьком номере вчетвером умещаться, то вот так. Крыша. Накрыщая терраса. Вот. Такой вип. Лежачок. Душ. Можно принять. Констырь. Ну и самый главный прикол этого места. Такой вот Басик. С видом на море. Очень классно. Орик, тут глубоко, нет? Нет. Сколько здесь глубины? Слябок. Давай, ныряй. Ай! Классно. Пока никто не ругался, что дети прыгают в воду с разбегу. Но тут ругаться некому, никто тут не дежурит. В общем-то. Ну тут такой же вид, как с нашего балкона, собственно. Только чуть-чуть повыше. А, ну тут вот еще стальную часть острова видно. В отеле есть ресторан. Вот часы его работы. Завтрак. Завтрак входит в стоимость номера, а обед и ужин возможны по меню. Ресторан выглядит вот так, с открытыми окнами. На потолке крутятся вентиляторы. В принципе, не очень жарко. Это завтрак. Это европейский шведский стол. Здесь круассаны, хлеб, французские тосты или оладушки, мюсли, молоко, несколько видов фруктов, сыр очень вкусный, набор мяса типа колбасы, сосиски и бекон. Жареные помидоры и бобы. И еще здесь есть опция. Можно заказать заранее с вечера, приготовить вам мальдивский завтрак. Это тунец с кокосом, с луком, лаймом и чили. Заворачивать это все полагается в традиционную мальдивскую лепешку. Называется такой завтрак масс-роше. На наш вкус это было просто божественное. Если вы любите рыбу, то рекомендую заказывать такой завтрак. Что приятно, кофе здесь из кофемашины. Во многих гестхаусах предлагают просто растворимый кофе, а кофемашины мало где есть на самом деле. Кофе безлимитный, его можно пить в любое время. А вот меню для обедов и ужинов. Цены нас сначала шокировали, но потом мы поняли, что на этом острове на всю еду такие цены. И мы здесь очень часто питались и попробовали все блюда из меню. Здесь модная нынче концепция открытой кухни. Можно вхозить стекла, наблюдать, как повара готовят или не готовят. Потому что готовят они здесь очень долго. Минут по 40, да, мы ждем каждый раз? Сейчас они вроде бы готовят. Для детей очень интересное развлечение. Они ходят смотреть. Это паста. Всевозможная паста с беконом. А у меня с оливками и каперсами. А это я и Ланочке заказала самые дорогие в мире макароны. За 4 доллара просто макароны. А Арик ждет бургер за 14 долларов. Какая колонная Илана. Это грин карри. Такая большая тарелка. Подается с рисом, с салатом. Очень здорово. Ринца здесь большая. Вот такая пепперони. Мы вчера ели вообще маленькую за 13 долларов. Голодные дети. Тунец. Красиво. Картошечка такая жареная. Сегодня кто-то лопнет. Это будет Аркадий. Это фрес из папайи. Мы сегодня решили попробовать. Обычно арбурный пьем. Бамбуковая трубочка. Давай, дегустируй. Как тебе? Кучно. Классно. Это бэби актобусы. Жареные. Сеоритические. На гриле. Обожаю такие актобусы. Картошка фри. Вот такого размера. За 4 доллара. А варька паста с колбасками. Когда мне было столько годика, мы ездили. Ты довольна? Тезарь с креветками. А у меня какие-то креветки с тостами. Да. Самое первое блюдо в меню. И рис отдельно. Доллар стоит. Вот мы выходим из отеля. И, перейдя через дорогу, сразу же попадаем на пляж. Здесь есть лежаки, которые по утрам обычно заняты. Сейчас вот есть свободные даже. Ну, вот такая тут зона релакса. И вот здесь уже спуск и выход на сам пляж от отеля. Можно было пойти налево, пройти через Коко Бор и тоже, собственно, попасть на пляж. Там тоже есть козаки. Никто не проверяет, с какого вы отеля. На любой лежак можно приземляться. Или можно просто кинуть вещи на песок. Их здесь никто не трогает. Вот. Вот отель. Маски и полосенца можно брать на ресообщение. В целом, отель хоть и достаточно дорогой, но можно рекомендовать для отдыха.